Так и так, здравствуй, дорогие друзья! Добро пожаловать на видео про Геленвагены. Сегодня я вам расскажу про второй Геленваген. Я долго держал вам в тайне, как же мы будем передвигаться по бездорожью. Напомню, что мы построили черный, взяли когда-то синий, перекрасили его, поставили мощный мотор, мы поставили тормоза, поставили АМГ без. Значит, он весь такой получился быстрый, хорошо рулищийся за счет того, что мы поставили подвеску от 63 АМГ полностью, то есть пружинные стойки. К сожалению, еще мы не сделали полноценный тест-драйв. Я, правда, если честно, взял какое-то сидение, потому что там у меня сейчас нет салона. Он в процессе перешива на данный момент, проехался на нем туда-обратно. Ну, буквально пробег у этого автомобиля сейчас, ну, может быть, километров 50 максимум. И могу сказать, что этот автомобиль примерно на данный момент на сток-коллекторах, на сток-мозгах, 5-литровых пока еще едет, примерно как стандартный SRT8. Вот. Этот автомобиль у нас действительно получился таким красивым, лакированным, черным. То есть у него низкосвисающие бампера, и мы решили, что этот автомобиль будет иметь очень низкую моральную проходимость. То есть вы понимаете, о чем я. Вот там ветки я туда не поеду, тут кусты нафиг, там вот мы надо нам долбануться, например, вброд со льдом и упереться в дно реки, там, например, и нам будет жалко бампер. В общем, автомобиль получился, в общем-то, пока, по предварительным данным, хорошо рулищийся, быстрый и визуально очень красивый. Ну, на мой взгляд. Естественно, его будет очень жалко действительно в каких-то серьезных внедорожных поединках использовать. Поэтому, так как у нас осталось много агрегатов, представляю вам Геленваген номер 2. Что он из себя представляет? Это тоже синий Геленваген. Конфигурация здесь уже известная вам. Здесь стоит рядная бензиновая шестерка, 225 лошадей, старый добрый четырехступенчатый автомат с щупом, самое главное, чтобы проверять уровень масла. Это очень ценят любители Геленвагена. Естественно, три блокировки дифференциала, пониженная передача. И что мы можем сказать? Из этого автомобиля мы будем делать настоящий лютый внедорожник. Подвеску мы будем строить по аналогии с Фордом Раптором. То есть он станет выше, будут стоять другие колеса, то есть мы его лифтанем. Сейчас визуально мы не будем особо заморачиваться на внешности этого автомобиля. Сейчас мы все прекрасно видим, что все наружные выступающие места у него окрашены в черный цвет. У него стоит мощная защита фар, металлическая, у него стоит мощный кенгурятник. И черные обычные бампера, черные зеркала, черные расширители. То есть автомобиль имеет, ну, примерно такую же моральную проходимость, как у какого-то там старого козла, например, которого не жалко куда-нибудь там, ну, не утопить, конечно, но действительно поездить в глубокой грязи. Так как Геленваген уже у нас доработан достаточно серьезно по железу, то есть у него есть три блокировки дифференциала, пониженная передача. Здесь мы будем работать с клиренсом этого автомобиля, то есть мы будем его поднимать. Здесь мы будем работать с дисками, то есть у нас диски будут с вылетом стоять. То есть автомобиль как минимум будет выше на 4 сантиметра, у него будут стоять двойные амортизаторы, то есть как в лучших раненых традициях. По двигателю посмотрим, будет ли хватать 225 лошадей, в принципе будет, потому что все вам известные знаменитые внедорожники, кроме, конечно, каких-нибудь Raptors и все остальное. Имеет, ну, как минимум, не больше лошадиных сил. Это все сотки, крузаки, Defender, Wrangler и все остальное. Поэтому надеюсь на то, что моторов, в принципе, будет хватать. Причем автомобиль с такой же конфигурацией уже был в наших тестах, и он себя отлично показал. Поэтому надеюсь, что, ну, больше всего, конечно, я буду переживать за нехватку мотора. Это, в принципе, самая основная моя дилемма, но жалко мотор и коробку. Так, визуально, если мы посмотрим на два этих автомобиля рядом, то это два одинаковых кубрика, но которые совершенно разные по своей внутренней начинке, которые созданы для абсолютно двух разных направлений. Это городская машина, которая хорошо рулится, управляется и все остальное. Ну, она так круто выглядит, лакированная вся, да. Это такой настоящий гелик, в принципе, какой его и задумывали изначально для военных целей. Надежная рядная шестерка, надежный автомат, все агрегаты. Надежно на нем в любой момент можно куда-нибудь на дальняк, в экспедицию и все остальное. Также у нас будет установлен мощный свет, то есть вот эти вот большие лампы, злая резина, насчет резины я определюсь, какую выбрать. В общем-то, про него тоже будет пару выпусков, и этот автомобиль будет участвовать во внедорожных покатушках. Там у него уже есть мощное проушино, трос, ну, то, что все, все, что было с того, в общем-то, внедорожного, все перекинули сюда. Вот. Что можно сказать? Ну, в принципе, наверное, я думаю, все. Сейчас я коротко отвечу на все ваши вопросы, которые мне задавали ВКонтакте. В дальнейшем, значит, про черные также будут выходить выпуски, как мы будем устанавливать туда новый перешитый салон, новую панель и все остальное. Как мы будем делать тест-драйвы? Мы будем делать замеры, мы будем делать гонки непосредственно с основными конкурентами. Это X5M. К сожалению, на данный момент в этой конфигурации без закиси автомобиль едет медленнее стандартного X5M. Ну, примерно я уже вот так с сиденьем в салоне поездил, не стерпел и понял, что пока чуть-чуть будет медленнее. Ну, хотя, может быть, это, на мой взгляд. Про этот автомобиль, естественно, все внедорожные покатушки и все остальное будет участвовать он. Ну, и черный, кстати, тоже мы будем задействовать, как страховочный автомобиль. Вдруг этот сядет. Все, значит, теперь отвечаю на ваши вопросы. Итак, хотел бы сказать о том, что у меня есть теперь свой аккаунт в Перископе. Подсоединяйтесь туда-сюда, но около недели у меня не было в Перископе, поэтому у меня нагнулся телефон. В общем-то, завтра, я думаю, он у меня вновь появится. Я заберу из ломбарда и, в общем, всегда я буду в сети в онлайне. Про ломбард, конечно же, я пошутил. Значит, Михаил Колесников, 80 лайков. Намечаешь ли у тебя какие-либо проекты, которые ты хочешь реализовать в зимний период? Имею в виду оффроуд или пробег, есть желание пробег организовать? Поддержите лайками, 80 лайков, популярный вопрос. Значит, про зимний период. Я до этого проводил опрос на стене, значит, что лучше взять VRX, STI Lancer Evolution, либо Audi RS4. Все проголосовали за Audi RS4. Я действительно рассматриваю этот вариант. И, ну, когда я понял, что денег ни хрена нет, а зимой хочется ездить весело. Поэтому я сейчас подумываю о приобретении какой-нибудь интересной заднеприводной дешевой BMW и попробовать поездить боком. Ну, хочется зимой ездить боком. Я не понимаю, что за желание. Конечно, полный привод был бы лучше, но денег нет. Но хочется ездить боком. Поэтому надо что-то с этим делать. Я думаю, будет этот интересный проект, тысяч за сто взять BMW. В общем-то, потому что миллион, но сейчас дорого. Еще туда тысяч пятьсот вложить в эту машину. У меня по статистике получается примерно столько же, к сожалению. Вот, а может быть и к счастью. Значит, по внедорожным проектам, возможно, будем устраивать очень активные покатушки. Так как у нас проект идет из грязи в князи, и съемки постоянно, потому что мне приходится находиться в Москве. Поэтому будем где-то в Подмосковье ездить. Причем уже мы можем прям глубоко в лес и все остальное. Благодаря вот этому автомобилю будет снято несколько видео про то, как мы его дорабатываем с точки зрения внедорожности. Потому что нет видео про Геленваген, где из него делают настоящий экспедиционник. Ну, такой, знаете, красивый, с расширителями, с двоими амортизаторами, со злой резиной на вылете. В общем, хочу примерно сделать 4х4 в квадрате. Примерно что-то в этом роде, но, надеюсь, это реализуется. Как дать сессию? Я не знаю, если честно. Наверное, ходить чаще на пары. Хотим тест-драйв Лады Иксера. И Лада мне в жизни никогда больше машину официально не даст после тест-драйва Лады Веста. Вот, но, надеюсь, где-нибудь я найду, обязательно сделаю этот тест-драйв. Владислав Пельтихин, 126 лайков. Офигеть. Так, когда уже тачка на прокачку? Лайк, чтобы увидел. Тачка на прокачку. Я думал, что 1-2 серии будет в декабре, но, к сожалению, сложный монтаж и все остальное. Надеюсь, что будет выходить с февраля, если мы все успеем. Потому что здесь несколько факторов, которые от меня и зависят. Это люди, которые делают этот автомобиль. Люди, которые снимают и монтируют. Я, хоть завтра бы выложил, но, тем не менее, хочется выдать идеальный продукт. Хочется делать действительно правильные автомобили. Потому что, естественно, когда ты берешь старый автомобиль, косяков вылазит много. В общем, все в процессе, все нормально. Не думайте, что этот проект какой-то там не состоявшийся. Для меня он, на самом деле, по факту уже состоялся. Я знаю положение дел. Все хорошо, но то, что вы не видите некоторой серии, это абсолютно не значит, что он не состоялся. Поверьте мне, серии будут замечательные, веселые, все будет хорошо. Значит, дополнительный коммент. Не спится ночью. Антон, вот буквально сейчас посмотрел твой обзор на Audi A5. Но почему-то левый канал просмотров много. Так вот, просто влюбился в этот автомобиль. Что можно сказать о надежности? Прошло ведь уже больше года. Как они себя ведут после пробега? Как-то на новый точно денег нет. И про 1.8 передний привод от 10-го года хотелось бы услышать. Вообще, возрождаю рубрику. БУ из-за нее когда-то подписался на канал. Теперь не пропускаю ни одного видео. Ни у кого больше нечего смотреть. Значит, по поводу того, что ни у кого нечего смотреть. Есть другие блогеры, которые тоже так же выкладывают видео про БУ автомобиль. Уделяют этому достаточно много внимания. Их точно тоже интересно смотреть. Поэтому вы поройте в интернете, потому что на все автомобили я не смогу делать обзоры. Потому что это практически нереально. Значит, что могу сказать про Audi A5. Действительно, гениальный автомобиль с точки зрения управляемости. Причем он рулится одинаково хорошо, что и передний привод, что и полный привод. Естественно, лучший вариант это Quattro. Естественно, это S-Tronic. Естественно, это 2 литра. 1.8 достаточно хороший мотор. Мало жрущий. Требует просто правильного ухода за ним. Правильного масла. Желательно, конечно, правильно продиагностировать автомобиль. Потому что можно взять такое ведро и потом с ним мучиться. А, в общем, естественно, если вы найдете 1.8 на переднем приводе, автомобиль доставит вам не меньше удовольствия. Потому что рулится он так же. И действительно будете шлифовать. Очень часто. Особенно в связи с последними снегопадами. которые идут по всей России. Господи. Ну, давай. Так, дальше. Сколько серий будет про Гелик еще? Их будет, значит, бесчисленное количество. Потому что сейчас у нас будет серия про салон. Потом мы будем обкатывать. Проведем обкатку. У нас будут замеры. Потом пару сравнительных тест-драйвов. Возможно, мы будем сравнивать этот автомобиль с какими-то другими известными автомобилями других топовых блогеров. Я надеюсь, как бы. Вот. Поэтому, в общем-то, надеюсь, все будет хорошо. И некоторые топовые блогеры позволят мне сравнить мой автомобиль с их, хотя бы по динамике. Иначе мне приходится, иначе мне придется ловить в потоке, устраивать гонки с нарушением правил. Зачем это нужно? Если я захочу сравнить, найду. Не надо. Так. Артур Иванов. Про тесте Теслу электрокар. 74 лайка. Если мне предоставят. Ну, вот напишите мне. Вот у меня есть почта. Я не могу найти Теслу в Москве. Значит, Паша Гашенов, у тебя есть семья? Если нет, планируешь ли? Да, у меня есть девушка, с которой, естественно, серьезные отношения. Я и говорил вам в прошлом году, что в этом году я женюсь. Думаю, что все идет по плану. В этом году я женюсь. Ну, естественно, семья там уже образуется. Потом и дети. Мини-вэн какой-то там семейный, да? Задние, вот эти вот детские кресла там. Отвези туда, отвози сюда. Не жизненная сказка, наверное, да? Хотя, не пробовал, не знаю. Так. Значит, 83 лайка. Руслан Газиев. Расскажи, чем ты занимался за создание своего канала на YouTube? Пацаны, лайкаем. У меня есть, значит, серия про то, чем я занимался. Вот и до. Посмотрите ответы на вопросы. Там все есть. Так. Так, идем дальше. Когда будет Донка с Давидовичем? Надеюсь, что скоро. Значит, Валентин и Лин. Когда будет обзор машин антикризисных? Были автомобили доступны к обычному народу? Они те тачки, что ты показываешь. Они нам не нужны. Денег на них у нас нет. Это 114 лайков. У меня тоже нет денег на некоторые автомобили, которые я показываю. Но, тем не менее, это, как знаете, как познавательное видео. Почему люди смотрят, например, тест-драйва дорогих. Ну, вот 458 Италия. Я сейчас выложу, например. Вот тест-драйв 458 Италия. Она наберет дофига просмотров и кучу лайков. Что это значит, что вы все имеете возможность ее купить? Да, я думаю, нет. Но все смотрим, всем интересно. Надеюсь, значит, потенциал свой... Свой рассказ про доступные автомобили я реализую в моем зимнем проекте, о котором я уже до этого вам говорил. Значит, идем дальше. По лайкам. Кризис чувствуется, Санек Титов. Кризис чувствуется, значит, в том, что доллар на данный момент стоит 76 рублей. Это как-то напрягает, конечно. И я вам могу сказать, что запчасти на автомобиле дорожают на глазах. То есть все растет прямо в караул. Значит, Женя Александров. Антон, сколько будет ехать GELX 0100? Поддержите лайками, пацаны. 68 лайков, значит, 0100. То автомобиль этот будет ехать 4 и 1 секунду. Квотер у него будет 12,8. Нет. 12,7. Я очень оптимистично это смотрю. Значит, Юрош Кутович. 31 лайк. Что с остальными проектами? Семерка, турбо и Е36. Е36, значит, проект владелец. Сейчас занимается, занят в проекте. Из грязи в князи. И он постоянно красит автомобили. Занимается кузовом. Я вам показывал то, что тут голова готовая лежит на автомобиле. К сожалению, автомобиль в Чебоксарах. Турбо-семерка тоже в Чебоксарах. Поэтому проекты, которые сейчас мы можем снимать в Москве. Это GELENWAGEN. Их уже два. И, возможно, мы какой-нибудь видурок купим старое. И будем всеми доступными способами. Ну, конечно, на прошлой неделе я еще хотел, когда я делал голосование, что-то полноприводное. Возможно, можно. А за 150 можно Subaru VX Агутстарую взять? Интересно. Ты же за 100, 150 надо что-то придумать. Интересное найти. Так. Идем дальше. Тут много вопросов. Одних и тех же. 20, 30. Значит, Алексей Перевозчиков. 72 лайка. Антон, привет. Скажи, пожалуйста, на данный момент, какая у тебя машина? Сколько уехать у тебя вообще? Привет Ижевску. Ижевск, всем привет. Спасибо за вопрос. Каждый раз я на него отвечаю. Land Rover Discovery Sport на данный момент. Это, значит, пока делается салон на GELENWAGEN. Я езжу на нем. Значит, у меня два GELENWAGEN. Уже поздравьте меня. Значит, ВАЗ-2112. Ну и все. Значит, Александр Рокоссовский. 89 лайков. Поддерживаешь ли ты, Давидыч, в борьбе с коррупцией? Да и вообще скажи свое мнение об антикоррупционной деятельности. На самом деле я буду поддерживать любого, кто будет бороться с антикоррупционной деятельностью, заниматься антикоррупционной деятельностью. И это, мне кажется, правильное занятие. Методы у всех разные. Эффективность тоже у всех разная. И мотивация у всех разная. Поэтому, не зная, видя только вершину айсберга, я не смогу сделать полный вывод об истинной мотивации Давидыча. Вот. Но вообще по факту, в принципе, он говорит правильно. Правда, конечно, я бы не вдавался в подробности какой-то сексуальной жизни или еще что-то. Но, тем не менее, это его дело. И он делает, что хочет. Значит, 41 лайк. Дмитрий Парфюминг. Уважаемый Антон, почему ты не купил новые SRT? Поставил бы обвес, турбо или компрессор? Тем более, там двигатель 64. А на Hellcat народ поддерж... А, на Hellcat 6,2. Народ, поддержите, пожалуйста, лайками. Значит, что я могу сказать. Когда я хотел купить новые SRT-8, он уже стоил не 3200, он стоил уже 5 миллионов. Сейчас, я недавно в авто.ру залез, там за 10 стоит. Вот. Hellcat официально пока еще не вышел. Я его очень хочу купить. Очень хочу. Но не значит, что его куплю. Потому что доллар сейчас стоит 76 рублей. Это вообще караул. Так. Антон, помимо тачки на прокачку, будут ли еще какие-нибудь проекты? Да, если то какие. Есть ли у тебя такие варианты, как сделать совместные обзоры с Жориком, Академиком, БДТ и ТД? Ну, кроме Давидыча, это понятно. Я с Давидовичем готов сделать тест-драйв. В чем проблема? Он очень прикольный, харизматичный чувак. Ну, были у нас разногласия. Ну, они еще раз будут, естественно. Ну, а что? Я абсолютно за. Я ни на кого не держу зло. Поэтому, если вы крутой блогер какой-нибудь, я всегда рад с вами сделать совместный обзор. То есть, это все, это касается, значит, и Жоры, и Академика, и большого тест-драйва, и даже Давидовича. Я всегда готов сделать свой обзор. Поэтому, если вы правите инициативу, я обязательно ее поддержу. Причем, мне все равно. Я могу и на своем канале выложить, и на канале моего соведущего, так скажем. Так, идем дальше. Так, значит, следует. 69 лайков Александра Сазонов. Слушай, а тест-драйва не загнутся в скором времени? А то вчера вот посмотрел про нового 200-ка. 200-ка, и видно прям, что не горишь уже. Понятно, все закрутилось, понеслось, интересные проекты начались так думать, что и деньги ощутимы в этом мерзость, а значит, большая ответственность. Кроме... Короче, тесты не забрасываю, хорошо делаю, слушать, приятно было. Спасибо, значит. Про 200-ый грузак. Так, я уже делал, на самом деле, такой тест, и, ну, там, вы все это уже видели, и мне тоже, на самом деле, было не очень интересно. Ну, что говорить о том, что там, ну, фара дорогая, морда, ну, 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 ездил я уже на нем. Машина неинтересная. Я бы в жизни Силан Крузер 200 не купил никогда. Влад Ильев, 76 лайков. Снимал продажный тест, но только честно. Конечно же, я не снимаю продажный тест-драйв, как вы можете это проверить? Вы можете, у меня везде есть контакты. Вы можете сказать, здравствуйте, Антон, мы такая-то, такая-то компания, мы хотим вам предложить сделать тест-драйв за деньги и заплатить вам за это. Я же не буду знать, кто это пишет. Естественно, если я буду снимать продажный тест-драйв, у меня будут некие ценники на это. И вы сможете так, это же легко проверить, на самом деле. Естественно, когда некоторые компании выдают автомобиль самому первому мне, да, то есть, ну, обычно я получаю интересующие меня автомобили, самые-самые первые, на самом деле, да, потому что мне интересно этот автомобиль и все остальное, я не могу откровенно как-то, знаете, называть его дерьмом или еще что-то. Я очень корректно выражаюсь про его некоторые недостатки. Многие люди, которые привыкли слышать, этот автомобиль дерьмо, а этот нет, они, в принципе, этого понять не могут. Поэтому скажут, что ты недостаточно, ты хвалишь автомобиль. Но если вы прислушаетесь, везде, конечно, есть конструктивная критика, на мой взгляд. Так. Так, про бул-машину я уже ответил. Надо сделать семерки BMW, надо сделать семерки BMW. Две семерки есть, стоят, без дела. Так, идем дальше. Дима Павлов, 43 лайка, Ревазов, на себя гонит и удалил из рекомендованных видео. Что скажешь? Ну, я не могу понять его настроение, но спросите, может быть, это у него. Я считаю, что Жорик отличный видеоблогер, очень харизматичный, интересный. И я его не удалял ни из своих каких-то рекомендованных каналов, ни из друзей, и все остальное. Поэтому, ну, это он сделал, соответственно, в общем-то, я думаю, вопрос к нему. Я не знаю, почему. Я с ним вообще, к сожалению, не общаюсь. Так, значит, семь лайков. Но интерес, вопрос интересный. Зачем ты вообще делал дорожный геленваген? Ты ведь мог купить гранд широкий с РТ-8, чуток ложить в него и объезжать их с 5М, и гелик, плюс внедорожный. Ну вот, у меня два гелика, на которых, один на котором я буду объезжать с РТ-8, а другой внедорожный. Была идея, может быть, она еще актуальна, но не знаю. Ну, с деньгами сейчас вообще напряжение для развлечения. Ну, вот, понимаете, вот это вот все, вот это вот все, это по большому счету развлечение. Никакой финансовой выгоды с этих вложений я не получу. Я не продам никогда в жизни эти две машины. Ну, а это мои игрушки, я их много вложил. Особенно, естественно, в черный, в этот-то вообще, в общем, да, какой может быть внедорожник лучше, чем этот. Ну, я их не буду продавать, это точно. Некоторые думают, вот, столько вложил, потом будешь продавать. Нет. Сейчас, например, вот мне опять сейчас миллион вкладывать в какой-то полноприводный проект для снега. Это, опять же, никогда не окупится, потому что, исходя из статистики, я свои машины проектные не продаю. И эти все деньги виснут, виснут, это развлечение. Поэтому обязательно хочется, у меня вообще была идея, купить SRT-8. За лям можно взять и его вот в первой будке классно сделать. Была идея. Но вот сейчас из-за того, что кризис, и все, конечно. Дай бог хватит денег на какую-нибудь заднеприводную BMW. Так, с 33 лайка, Никита Попов. Хочется больше узнать про сотрудничество с Лаунсамбом. Только у них на канале увидел то, что приезжали в МСК, и осматривали авто для проекта и реализации звука. На каком этапе идет сотрудничество с Лаунсами по проекту из Грязи к Князю. Они будут заниматься установкой акустики, техники и всем остальным. В общем-то, они у нас самые главные специалисты по звуку. И вы их обязательно увидите в нашем проекте из Грязи к Князю. Они активно готовятся, и все нормально. Очень хорошие ребята. Значит, Антон, 42 лайка. Никита Свил, как насчет сравнительного теста своего Гелика с 6.3 АМГ? Интересная будет идея, кстати. Можно попробовать. Будет ли Volkswagen Multivan или Mercedes V-Class? 54. Если мне напишут, я сделаю тест. Мне это очень интересно. Если у вас есть интересный автомобиль, пишите, пожалуйста, на почту. Какое у тебя отношение к дизельным двигателям? Вот плохое. К дизельным двигателям у меня плохое отношение. Я не знаю почему. Для меня, я не хочу обидеть никого, конечно, владельцу дизельных автомобилей. Это бессмысленные тарахтелки, которые очень дорогие в обслуживании, придирчивы к топливу. Которые нифига не едут. У которых куча проблем с морозами. Поэтому я дизели не люблю. Но, конечно, иногда, когда ездишь по пробкам в Москве, ты все-таки радуешься какому-то расходу топлива. Самый лучший дизель, на котором я когда-либо ездил, это Vagovsky V6 3-литровый. Это лучший. Поэтому, если вы видите автомобиль на рынке, неважно, это там Audi, Volkswagen, Cayenne, Panamera или еще что-то, берите 3-литровый дизель, не пожалеете. Так, 16 лайков. Вазген, Варданян, будешь ли валить боком на гелике, сколько конкретно сил в гелике, когда проект Тачка на прокачку. И будут ли кайфовые шашечки на этом же гелике. Шашечки вваливал, все будет. Будет серия про то, как мы загоним его на стенд. И я вам скажу точную мощность. Но сил 500-550. Так, идем дальше. Так, Антон, привет. Удовольствует ли я купить проект 39 лайков Юрия Гладилов? Тачка на прокачку. Какова цель проекта? Что же ты хочешь с него в занятии получить? Какова бизнес-модель? Она хочет услышать. Хочется услышать тебя подробнее об этом. Значит, на первых порах нам казалось, что проект действительно окупается и все нормально. То есть мы не будем инвестировать свои деньги. Ну, когда у нас идет задержка, например, вот мы на месяц дольше делаем, там платят с арендой и все остальное. Потенциальное невложение в денег, вероятность невложения денег, она, конечно, уменьшается. Я думаю, что если мы еще будем месяц там тянуть два, то проект будет убыточным, к сожалению. Потому что компании, которые, значит, представлены будут в этом проекте, кто-то помогает финансово, но в основном большая часть, конечно, предоставляет покрышки, музыку, резину, там, краски, значит, запчасти и все остальное. И огромное им спасибо, без них этот проект не состоялся. Поедешь ли на своем гелике на Unlim 500, на X6M уже обещал 23 лайка, и X6M и был на прошлом Unlim, тот серый. К сожалению, он не показал феноменального времени, заперегрел коробки, он, по моему, проехал 11,3. И это был, если сравнивать с X6M, который был, он вошел в топ-3 X6M в тот момент, то есть он был на третьем месте. Вот, на гелике я не вижу смысла ехать на Unlim 500, сейчас это автоспорт огромных денег, поэтому хотелось бы, конечно, что-то собрать и там поучаствовать, но посмотрим. Так, Иван Копсяев, 20 лайков, Антон, это не вопрос, а пожелание, хватит уже тестировать автор за космические деньги. Большинство из нас никогда себе такие не купят, вот так никогда так не говорите, что вы что-то себе не купите, не ставьте себе никогда рамки. Вы купите самый крутой автомобиль на свете, и все у вас будет хорошо, не надо так. Я, как может, парень, ну не знаю, сколько ему лет, не буду сейчас заходить, а то у меня все эти просмотры вопросов собьются, ну в 20-30 лет говорить о том, что я никогда не куплю себе машину, ну так не стоит. Вот, авто за доступные деньги, этот-то уже понятно, там уже за три пили варила, стоимость и все остальное. Вот, пожалуйста, 600 тысяч рублей стоит, полноценный внедорожник, что еще, не взять, ну все замечательно. Вот, доступный автомобиль. Так, значит, Глеб Пономарев, 35 лайков, Антон, здорово, можешь перестать делать обещания, которых не выполняешь? Вот, например, ты сказал, что первые серии «Загази князи» будут в декабре, сейчас говоришь, что в феврале, и таких примеров много. Вот еще один, про Е46, ты сказал, что будет про нее дневник, тоже, а потом сказал, что мы попали на 100 тысяч, все, прекращай делать левые обещания. Ну, как бы, я никогда, знаете, как-то вот это неподготовительное, я не ставлю какие-то режиссерские вещи, я вот говорю то, что вот у меня на уме, я планирую сделать. Действительно, у меня много грандиозных планов, я сейчас некоторые рассказал, но, тем не менее, если я не успеваю по срокам, это не значит, что я что-то не делаю. Все проекты, начиная с ВАЗ-2712, ведутся, и вы постоянно их видите, поэтому все хорошо. Антон, когда женишься? Женюсь я в этом году. Так, значит, Егор Голосков, 25 лайков. Антон, больше сравнительных тест-драйв в таком же формате, как от хэтча, только не звуя про GoPro на приборке. Будут ли такие еще тесты? Да, мы обязательно сравним хэтчбеки С-класса. Мы возьмем Гольф, мы возьмем Сид, мы возьмем Ford Focus, новый, естественно, и сравним их. Потом мы возьмем кроссоверы в пределах 3 миллионов, то есть это будет Honda Pilot, это будет Highlander, это будет, возможно, Kia Sorento, и тоже их сравним. То есть мы будем брать лидеров в классе и сравнивать их. Никита Смирнов набрал 65 лайков, к сожалению, семерка моя стоит в гараже, и до нее сейчас не добраться, потому что это завалилось снегом. Что ты думаешь о видеонемагии про Давидовича, не знаю, не смотрел. Что там за видео, как, не знаю. Так, Дмитрий Лазарчев. Антон, 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 помоги с выборкой кроссовера. Папа уже замучил, до 150 лошадей, передний привод, выбираем среди Mazda CX-5, Nissan Qashqai или что-то подобное, желательно поподробнее. Пацаны, помогите с ловиками. Из этих двух автомобилей я бы взял Nissan Qashqai, потому что они все еще держат цены и автомобиль новый. А Mazda CX-5 уже достаточно, автомобиль уже 4 года выпускает, 3. Идем дальше, значит. Как же всем интересна моя личная жизнь? Как же всем интересно. Ну, я думаю, в принципе, личная жизнь, на то она личная, чтобы она была личной и там не раскрывать какие-то планы. Вот я вам говорю, официально мой статус поменяется в этом году. Я думаю, что никто из блогеров вообще не рассказывает про внешнюю жизнь, только они рассказывают. Про личную нет. Хотя, может быть, я не за всеми внимательно смотрю. Так, 73 лайка. Артем Вишняков. Антон, когда будет противостояние гелико и крузака 105 на механике? У тебя был обзор на это. Когда же будет? Так, значит, вот этот будет ехать с Toyota Land Cruiser. Вот эта машина. В 80 на механике. В общем-то, вот. Ну, на самом деле, когда он поедет с крузаком, этот уже будет, из него будет сделан уже внедорожный корч. Поэтому крузак проиграет. К сожалению, для любителей Toyota. Так, идем дальше. Так, привет, Антон. Мне 15. Увлекаюсь и люблю автомобили с детства. Я твой большой поклонник. Смотрю на тебя. Мне тоже захотелось открыть свой канал на YouTube. Делать тесты, значит. Данил Зайцев, значит. Я хочу сказать, что обязательно открывайте канал на YouTube. Я уже говорил про людей, которые будут заниматься коммерческим транспортом. Эта ниша сейчас открытая. И, пожалуйста, пишите. Я поддержу, помогу, безусловно, без проблем. Коммерческий транспорт сейчас актуален. Многие пишут. Ну, вот тест-драйвы. Ну, тест-драйвов на самом деле много. Если вы хотите действительно выстреливать, снимайте про грузовики, автобусы, внедорожные грузовики и все остальное. Это тоже, поверьте, очень популярно. Даже про тракторную технику. Ну, возьмите какой-нибудь там, я не знаю, ТЗ, загляните его в сугроб. Ну, это дофига просмотров наберет. Поэтому, если, опять же, у вас есть желание снимать про коммерческий транспорт, пишите мне, я вам помогу. Буду делать репосты и все остальное. На основные вопросы я ответил. Еще раз, подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь в Перископ, ссылки у нас снизу. Ждите серии с Гейлин, с вагинами. Они сейчас у нас разойдутся вот в разные. Один будет присутствовать на доработке с точки зрения бездорожья. То есть там будет и все поклонники внедорожников. Мы будем ставить внедорожный свет, лебедки, колеса с вылетами, батлоки и все остальное. Второе, это динамика, скорость, мощные моторы, разгон до стая и все остальное. Немножечко вот так разъединимся. Вот. Про бюджетные автомобили. Надеюсь, тысяч за сто какую-нибудь BMW куплю и посмотрим, что нам потом будем, мне кажется, там блокировку ставить, мотор. Ну, это когда деньги вот будет. Потому что я хотел проект за миллион рублей, но денег нет. Поэтому режем бюджет. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки. И до встречи. Так и так. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать, значит, на видео про Геленвагены. Сегодня я вам расскажу про второй Геленваген. Я долго держал вам в тайне, как же мы будем передвигаться по бездорожью. Напомню, что мы построили черный, взяли когда-то синий, перекрасили его, поставили мощный мотор, мы поставили тормоза, поставили AMG без. Значит, он весь такой получился быстрый, хорошо рулищийся за счет того, что мы поставили подвеску от 63-го AMG полностью. То есть, пружинные стойки, к сожалению, еще мы не сделали полноценный тест-драйв. Я, правда, если честно, взял какое-то сидение, потому что там сейчас нет салона. Он в процессе перешива на данный момент, проехался на нем туда-обратно. Ну, буквально, пробег у этого автомобиля сейчас, ну, может быть, километров 50 максимум. И могу сказать, что этот автомобиль примерно на данный момент на сток-коллекторах, на сток-мозгах, 5-литровых пока еще едет, примерно как стандартный SRT-8. Вот. Этот автомобиль у нас действительно получился таким красивым, лакированным, черным. То есть, у него низкосвисающие бампера. Да, и мы решили, что этот автомобиль будет иметь очень низкую моральную проходимость. То есть, вы понимаете, о чем я. Вот там ветки я туда не поеду, тут кусты, нафиг. Там вот мы надо нам долбануться, например, вброд со льдом и упереться в дно реки, там, например, и нам будет жалко бампер. В общем, автомобиль получился, в общем-то, пока, по предварительным данным, хорошо рулящийся, быстрый и визуально очень красивый, ну, на мой взгляд. Естественно, его будет очень жалко действительно в каких-то серьезных внедорожных поединках использовать. Поэтому, так как у нас осталось много агрегатов, представляю вам Геленваген номер 2. Что он из себя представляет? Это тоже синий Геленваген, конфигурация здесь уже известная вам. Здесь стоит рядная бензиновая шестерка, 225 лошадей, старый добрый четырехступенчатый автомат с щупом, самое главное, чтобы проверять уровень масла. Это очень ценят любители Геленвагена. Естественно, три блокировки дифференциала, пониженная передача. И что мы можем сказать? Из этого автомобиля мы будем делать настоящий лютый внедорожник. Подвеску мы будем строить по аналогии с Ford Raptor. То есть, он станет выше, будут стоять другие колеса. То есть, мы его лифтанем. Сейчас, визуально, мы не будем особо заморачиваться на внешности этого автомобиля. Сейчас мы все прекрасно видим, что все наружные выступающие места у него окрашены в черный цвет. У него стоит мощная защита фар, металлическая, у него стоит мощный кенгурятник. И черные обычные бампера, черные зеркала, черные расширители. То есть, автомобиль имеет, ну, примерно такую же моральную проходимость, как у какого-то там старого козла, например, которого не жалко куда-нибудь там, ну, не утопить, конечно, но действительно поездить в глубокой грязи. Так как Геленваген уже у нас доработан достаточно серьезно по железу, то есть, у него есть три блокировки дифференциала, пониженная передача. Здесь мы будем работать с клиренсом этого автомобиля, то есть, мы будем его поднимать. Здесь мы будем работать с дисками, то есть, у нас диски будут с вылетом стоять. То есть, автомобиль, как минимум, будет выше на 4 сантиметра, у него будут стоять двойные амортизаторы. То есть, как в лучших ролейных традициях. По двигателю посмотрим, будет ли хватать 225 лошадей. В принципе, будет, потому что все вам известные знаменитые внедорожники, кроме, конечно, каких-нибудь Рапторов и все остальное, имеет, ну, как минимум, не больше лошадиных сил. Это все сотки, крузаки, Дефендеры, Рэнглеры и все остальное. Поэтому, надеюсь на то, что моторов, в принципе, будет хватать. Причем, автомобиль с такой же конфигурацией уже был в наших тестах, и он себя отлично показал. Вот, поэтому, надеюсь, что, ну, больше всего, конечно, я буду переживать за нехватку мотора. Это, в принципе, самая основная моя дилемма, но жалко, жалко мотор и коробку. Так, визуально, если мы посмотрим на два этих автомобиля рядом, то это два одинаковых кубрика, но которые совершенно разные по своей внутренней начинке, которые созданы для абсолютно двух разных направлений. Это городская машина, которая хорошо рулится, управляется и все остальное. Ну, она так круто выглядит, лакированная вся, да. Это такой настоящий гелик, в принципе, какой его и задумывали изначально для военных целей. Надежная рядная шестерка, надежный автомат, все агрегаты, надежно на нем в любой момент можно куда-нибудь на дальняк, в экспедицию и все остальное. Также у нас будет установлен мощный свет, то есть вот эти вот большие лампы, злая резина, насчет резины я определюсь, какую выбрать. В общем-то, про него тоже будет пару выпусков, и этот автомобиль будет участвовать во внедорожных покатушках. Там у него уже есть мощное проушино, трос, ну то, что все, все, что было с того, в общем-то, внедорожного, все перекинули сюда. Вот. Что можно сказать? Ну, в принципе, наверное, я думаю, все. Сейчас я коротко отвечу на все ваши вопросы, которые мне задавали ВКонтакте. В дальнейшем, значит, про черные также будут выходить выпуски, как мы будем устанавливать туда новый перешитый салон, новую панель и все остальное. Как мы будем сделать из драйва? Мы будем делать замеры, мы будем делать гонки непосредственно с основными конкурентами. Это X5M. К сожалению, на данный момент в этой конфигурации без закиси автомобиль едет медленнее стандартного X5M. Ну, примерно я уже вот так с сиденьем в салоне поездил, не стерпел и понял, что пока чуть-чуть будет медленнее. Ну, хотя, может быть, это, на мой взгляд. Про этот автомобиль, естественно, все внедорожные покатушки и все остальное будет участвовать он. Ну, и черный, кстати, тоже мы будем задействовать, как страховочный автомобиль. Вдруг этот сядет. Все, значит, теперь отвечаю на ваши вопросы. Итак, хотел бы сказать о том, что у меня есть теперь свой аккаунт в Перископе. Подсоединяйтесь туда-сюда. Ну, около недели у меня не было в Перископе, поэтому у меня нагнулся телефон. В общем-то, завтра, я думаю, он у меня вновь появится. Я заберу его из ломбарда. И, в общем, всегда я буду в сети в онлайне. Про ломбард, конечно же, я пошутил. Значит, Михаил Колесников, 80 лайков. Намечают ли у тебя какие-либо проекты, которые ты хочешь реализовать в зимний период? Имею в виду оффроуд или пробег. Есть желание пробег организовать? Поддержите лайками. 80 лайков, популярный вопрос. Значит, про зимний период. Я до этого проводил опрос на стене, значит, что лучше взять VRX, ST Lancer Evolution, либо Audi RS4. Все проголосовали за Audi RS4. Я действительно рассматриваю этот вариант. И, ну, когда я понял, что денег нихрена нет, а зимой хочется ездить весело. Поэтому я сейчас подумываю о приобретении какой-нибудь интересной заднеприводной дешевой BMW и попробовать поездить боком. Ну, в принципе, ну, хочется зимой ездить боком. Я не понимаю, что за желание. Конечно, полный привод был бы лучше, но денег нет. Но хочется ездить боком. Поэтому надо что-то с этим делать. Я думаю, будет этот интересный проект. Тысяч за сто взять BMW. В общем-то, потому что миллион, но сейчас дорого. Еще туда тысяч пятьсот вложить в эту машину. У меня по статистике получается примерно столько же, к сожалению. Вот, а может быть и к счастью. Значит, по внедорожным проектам, возможно, будем устраивать очень активные покатушки. Так как у нас проект идет из грязи в князи, и съемки постоянно, потому что мне приходится находиться в Москве. Поэтому будем где-то в Подмосковье ездить. Причем уже мы можем прям глубоко в лес и все остальное. Благодаря вот этому автомобилю будет снято несколько видео про то, как мы его дорабатываем с точки зрения внедорожности. Потому что нет видео про Геленваген, где из него делают настоящий экспедиционник. Ну, такой, знаете, красивый, с расширителями, с двойными амортизаторами. Со злой резиной на вылете, в общем. Хочу примерно сделать 4 на 4 в квадрате. Примерно что-то в этом роде, но надеюсь, это реализуется. Как сдать сессию? Я не знаю, если честно. Наверное, ходить чаще на пары. Хотим тест-драйв Лады Иксера. И Лада мне в жизни никогда больше машину официально не даст после тест-драйва Лады Веста. Вот, но надеюсь, где-нибудь я найду, обязательно сделаю этот тест-драйв. Владислав Пельтихин. 126 лайков. Офигеть. Так, когда уже тачка на прокачку? Лайк, чтобы увидел. Тачка на прокачку. Я думал, что 1-2 серии будет в декабре. Но, к сожалению, сложный монтаж и все остальное. Надеюсь, что будет выходить с февраля, если мы все успеем. Потому что здесь несколько факторов, которые от меня и зависят. Это люди, которые делают этот автомобиль. Люди, которые снимают и монтируют. Я хоть завтра бы выложил, но, тем не менее, хочется вводить идеальный продукт. Хочется делать действительно правильные автомобили. Потому что, естественно, когда ты берешь старый автомобиль, косяков вылазит много. В общем, все в процессе. Все нормально. Не думайте, что этот проект какой-то там не состоялся. Для меня он, на самом деле, по факту уже состоялся. Я знаю положение дел. Все хорошо. Но то, что вы не видите некоторые серии, это абсолютно не значит, что он не состоялся. Поверьте мне, серии будут замечательные, веселые. Все будет хорошо. Значит, дополнительный коммент. Не спится ночью. Антон, вот буквально сейчас посмотрел твой обзор на Audi A5. Но почему-то левый канал, а просмотров много. Так вот. Просто влюбился в этот автомобиль. Что может сказать о надежности? Прошло ведь уже больше года. Как они себя ведут после пробега? Как-то на новый точно денег нет. И про 1.8 передний привод от 2010 года хотелось бы услышать. Вообще, возрождаю рубрику. БУ, из-за нее когда-то подписался на канал. Теперь не пропускаю ни одного видео. Ни у кого больше нечего смотреть. Значит, по поводу того, что ни у кого нечего смотреть. Есть другие блогеры, которые тоже так же выкладывают видео про БУ автомобиль. Уделяют этому очень достаточно много внимания. Их точно тоже интересно смотреть. Поэтому вы поройте в интернете. Потому что на все автомобили я не смогу делать обзоры. Потому что это практически нереально. Значит, что могу сказать про Audi A5. Действительно, гениальный автомобиль с точки зрения управляемости. Причем он рулится одинаково хорошо, что и передний привод, что и полный привод. Естественно, лучший вариант это Quattro. Естественно, это S-Tronic. Естественно, это 2 литра. 1.8 достаточно хороший мотор. Маложирущий. Требует просто правильного ухода за ним. Правильного масла. Желательно, конечно, правильно продиагностировать автомобиль. Потому что можно взять такое ведро и потом с ним мучиться. А, в общем, естественно, если вы найдете 1.8 на переднем приводе, автомобиль доставит вам не меньше удовольствия. Потому что рулится он так же. Единственное, вы будете шлифовать. Очень часто, особенно в связи с последними снегопадами, которые идут по всей России. Сколько серий будет про Гелик еще? Их будет, значит, бесчисленное количество. Потому что сейчас у нас будет серия про салон. Потом мы будем обкатывать, пройдем обкатку. У нас будут замеры. Потом пару сравнительных тест-драйвов. Возможно, мы будем сравнивать этот автомобиль с какими-то другими, известными автомобилями других топовых блогеров. Я надеюсь, как бы... Вот. Поэтому, в общем-то, надеюсь, все будет хорошо. И некоторые топовые блогеры позволят мне сравнить мой автомобиль с их хотя бы по динамике. Иначе мне приходится... Иначе мне придется ловить в потоке, устраивать гонки с нарушением правил. Зачем это нужно? Если я захочу, сравнить, найду. Не надо. Так. Артур Иванов. В протесте Теслу Электрокар. 74 лайка. Если мне предоставить. Ну вот напишите мне. Вот у меня есть почта. Я не могу найти Теслу в Москве. Значит, Паша Гашинов. У тебя есть семья? Есть ли нет? Планируешь ли? Да, у меня есть девушка, с которой, естественно, у меня серьезные отношения. Я ей говорил вам в прошлом году, что в этом году я женюсь. Думаю, что все идет по плану. И в этом году я женюсь. Ну, естественно, семья там уже образуется. Потом и дети. Мини-вэн какой-то там семейный. Задние вот эти детские кресла. Отвези туда, отвези сюда. Не жизнь, а сказка, наверное, да? Хотя, не пробовал, не знаю. Так. Значит, 83 лайка. Руслан Газиев. Расскажи, чем ты занимался за создание своего канала на Ютюбе. Пацаны, лайкаем. У меня есть, значит, серия про то, чем я занимался. Вот и до. Посмотрите ответы на вопросы. Там все есть. Так. Так, идем дальше. Когда будет Донка... Когда будет Донка с Давидовичем. Надеюсь, что скоро. Значит, Валентин и Лин. Когда будет обзор машин антикризисных? Были автомобили доступны к обычному народу? Они те тачки, что ты показываешь. Они нам не нужны. Денег на них у нас нет. 114 лайков. У меня тоже нет денег на некоторые автомобили, которые я показываю. Но, тем не менее, это, как, знаете, как, ну, познавательное видео. Почему люди смотрят, например, тест-драйвы дорогих, ну, вот 458 Италия. Я сейчас выложу, например, вот тест-драйв 458 Италия. Она наберет дофига просмотров и кучу лайков. Что это значит, что вы все имеете возможность ее купить? Да, я думаю, нет. Но все смотрим, всем интересно. Надеюсь, значит, потенциал свой, свой рассказ про доступные автомобили я реализую в моем зимнем проекте, о котором я уже до этого вам говорил. Значит, идем дальше. По лайкам. Кризис чувствуется, Санек Титов. Кризис чувствуется, значит, в том, что доллар на данный момент стоит 7,6 рублей. Это как-то напрягает, конечно. И я вам могу сказать, что запчасти на автомобиле дорожают на глазах. То есть, все растет прямо в караул. Значит, Женя Александров. Антон, сколько будет ехать Геликс 0,100? Поддержите лайками, пацаны. 68 лайков, значит, 0,100. Автомобиль этот будет ехать 4,1 секунду. Квотер у него будет 12,8. Нет. 12,7. Я очень оптимистично это смотрю. Значит, Юрош Кутович, 31 лайк. Что с остальными проектами? Семерка, турбо и Е36. Е36, значит, проект, владелец, сейчас занимается, занят в проекте из грязи в князи. И он постоянно красит автомобили, занимается кузовом. Я вам показывал то, что тут голова готовая лежит на автомобиле. К сожалению, автомобиль в Чебоксарах. Турбо семерка тоже в Чебоксарах. Поэтому проекты, которые сейчас мы можем снимать в Москве, это Геленвагенны. Их уже два. И, возможно, мы какое-нибудь ведро купим старое. И будем всеми доступными способами. Ну, конечно, на прошлой неделе я еще хотел, когда я делал голосование, что-то полноприводное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.